Бабье лето 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 праздником. По окончании богослужения во дворе храма состоялось торжественное открытие пятого юбилейного фестиваля колокольного звона, на котором присутствовали архиереи, духовенство, представители краевой администрации, казачество. Владыка Исидор вручил молодым казакам иконы с изображением покрова Пресвятой Богородицы. Учащиеся театральной студии воскресной школы подготовили постановку, посвящённую празднику. Принять участие в пятом фестивале колокольного звона были приглашены звонари кубанских храмов, а также из Ростовской области и Ставропольского края. Первый юбилей как бы вывел Покровский фестиваль колокольного звона за рамки местечковости. «Композиция иофановская называется. Она действительно была немножечко дополнена мной, потому что есть много звонов иофановских, но на этой звоннице я посчитал нужным сыграть её именно так, потому что я уже не один год пробую себя на этой звоннице, и я знаю, что колокола звонят иначе, поэтому мне приходится выполнить эту работу совсем по-другому». Праздник Покрова Божьей Матери получился в Покровском храме многогранным. «А накануне праздника в предгорьях Кавказа прошёл очередной слёт православной молодёжи Кубани. Слёт уже имеет свою историю и свои традиции». Ежегодный слёт православной молодёжи Кубани проводится в Горячеключевском районе и всегда начинается вспоминавение воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь, в урочище Волчьи Ворота, проходили ожесточённые бои. Много солдат разных званий сложили здесь головы в героической борьбе, а, говоря церковным языком, положили души за ближних своих. Панихиду отслужило духовенство, принимающее участие в слёте. Для молодёжи такое поминовение – это и молитва, и урок истории и патриотизма. Говорят, народ жив до тех пор, пока сохраняет память о своих героях. По окончании заупокойного богослужения молодые люди возложили к памятнику большую гирлянду. Не все имена донесла до нас история, но подвиг их, стараниями благодарных потомков, не забыт. В этом году Горячеключевской район принимает участников слёта православной молодёжи Кубани в десятый раз. Проводится мероприятие по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Организаторами выступили администрация Краснодарского края, Министерства образования и науки и Департамент молодёжной политики. В юбилейном десятом слёте приняли участие 22 команды. Эти ребята приехали из пяти епархий Кубанской метрополии. Многие приезжают на слёт не в первый раз. Нравится, потому что ознакомимся с новыми людьми, узнаём какую-то культуру, что-то новое для себя. Мы ездим сюда с удовольствием всегда, каждый год команду готовим. У нас большое стремление, ждём с удовольствием. Как и всегда, в десятом слёте православной молодёжи Кубани было выделено три направления соревнований. Самое зрелищное, наверное, военно-спортивное. Здесь бег на дистанцию, преодоление препятствий и многое другое, необходимое для военно-спортивной подготовки современного молодого человека. В слёте традиционно принимает участие самая разная молодёжь – студенты, школьники, представители патриотических клубов и воспитанники молодёжных православных центров. У нас Уманский православный центр. К примеру, мы помогаем старикам, ездим в больницы, помогаем в детдоме, детскую площадку недавно сделали. Выпускаем свою газету, даже две. В состоянии молодёжных православных клубов, в кропотливой работе с подростками, священники видят альтернативу улице с её негативным влиянием. Если наш, в частности, отметить молодёжи православных центров «Руманский благовест», направление всё больше и больше, потому что самим ребятам очень интересно это. Им нравится, когда они чувствуют, что они нужны. А самое удивительное, когда приходишь, допустим, к пожилым людям, какую-то заботу, с огородом помочь. Элементарно, вот недавно был день пожилого человека, поздравляли, там стихи почитали, цветочек подарили, допустим, бабушке, если это женщина. Она чувствует, что она не забыта. Это самое главное, что нет одиночества этого. То есть направление массы, творческие, разноплановые. Но самое главное – это альтернатива улице. К соревнованиям ребята готовились заранее. Например, историко-патриотическое направление было посвящено 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и столетию начала Первой мировой войны. Подростки знакомились с житьем великого подвижника, изучали историю. Литературно-поэтическая секция также была связана с юбилейными датами и была посвящена Году культуры. Вот перед нами культура XIX века. Здесь ребята показали искусство танца, мастерство пения. Здесь же вспоминали великих поэтов и композиторов. Словом, направления соревнований имели для детей еще и обучающий характер. Они услышат о таких великих именах, как преподобный Сергий Радонежский, святой. Услышат о великих воинах православных, святых, угодников Божиих. Услышат о истории нашей. Услышат о великих людях и, самое главное, услышат о традиции. Православной нашей традиции. Сегодня без прошлого, говоря о прошлом, мы говорим о традиции. Невозможно будущего. Организаторы мероприятия надеются, что слет православной молодежи станет еще одной площадкой для соработничества светской власти и церкви в сфере приобщения молодых людей к духовному наследию и традициям нашего народа. Одно из важнейших православных мероприятий в Краснодаре, ежегодно проходящих в октябре, это Кирилло Мефодьевские образовательные чтения. В этом году работу форума возглавили вице-губернатор Краснодарского края Галина Дмитриевна Золина и все пять епископов Кубанской метрополии. Около тысячи педагогов, преподавателей, руководителей центров дополнительного образования стали в этом году слушателями юбилейных 20-х всекубанских духовно-образовательных Кирилло Мефодьевских чтений. Мероприятие по масштабу охватывает всю Кубанскую метрополию. В Большом зале учреждения Кубанский казачий хор собрались пять архиереев, управляющих епархиями метрополии. По традиции первым участников 20-х чтений приветствовал метрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор. Владыка отметил, что нынешние чтения промыслительно определены темой Единого общероссийского форума 23-х рождественских образовательных чтений, которое звучит так – «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Кубань 20 лет назад закрепила свой выбор, вернувшись к православию, которая стала не просто верой предков и данью традиции, но и частью школьного образования. «Сегодня в нашем зале сидят педагоги из всех районов Кубани. А когда 20 лет назад мы впервые собрались в помещении театра драмы на чтение, ряды были заполнены в основном духовенством, и лишь изредка среди чёрных облачений, одежды велели платочки самых смелых краснодарских учительниц. Не сразу было достигнуто взаимопонимание с властью. Как часто нам приходилось слышать, что у нас церковь отделена от государства, а потому священникам нечего делать в школе. Приходилось долго и кропотливо объяснять, что православие является государство, образующее религией, что выбор князя Владимира, главы зарождающегося русского государства, определил пути русской культуры и особенности национального характера, что именно православные ценности дают основания для межнационального мира на Кубани и помогают правильному формированию патриотизма». Сегодня власть принимает непосредственное участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях. Администрация края совместно с Кубанской митрополией является организатором этих ежегодных образовательных встреч. Вице-губернатор Кубани Галина Золина зачитала приветствие к участникам чтений главы администрации Краснодарского края и также обратила своё слово к слушателям. В зале практически не было свободных мест. Причём большую часть аудитории представляли именно светские люди – трушеники сферы образования и культуры. Такой масштабный форум, построенный не как формальное чтение докладов, но как живой разговор, затрагивающий актуальнейшие проблемы, даёт пищу для размышлений и определяет духовный вектор их педагогической деятельности. «Руководя учреждением дополнительного образования детей, мы, конечно, стараемся в первую очередь, чтобы ребёнок возрастал в атмосфере творчества, добра, взаимопонимания. А как преподаватель воскресной школы здесь, конечно, больше уделяется именно вероучительным моментам и уже с позиции больше, скажем так, на князя Владимира не только как руководителя, но больше уже обратить внимание как на князя святого, как своей жизнью человек дошёл до святости». Юбилейное 20-е Кирилло Мефодиевские чтения посетил гость из Москвы, заместитель руководителя синодального отдела религиозного образования и катехизации Московской Патриархии Игумен Митрофан. «Наше время – время новых стандартов образования, в том числе православного, особых, как сейчас принято говорить, инновационных методик обучения и воспитания, в том числе интерактивных учебных пособий, активного церковно-государственного взаимодействия. Но главная цель предпринимаемых усилий – это формирование духовных основ образования, сохранение традиционных нарастных ценностей и их актуализация для школы дня завтрашнего. Главным итогом законотворческой нормативной деятельности работы по стандартизации православного образования должна стать живая и многообразная система, формирующая не просто человека нравственного, но еще и человека духовного». В целом разговор сводился к тому, что в деле культурного и религиозного служения особая роль отводится учителям. Именно педагог может воспитать детей таким образом, чтобы они восприняли базовые ценности православия как свои личные. «Важно в своем сердце быть добрым человеком. Что доброе сердечко, оно светлое, оно радостное всегда, и оно обязательно притянет любовь, свет, радость, хороших в свою жизнь людей, хорошие моменты в жизни. Вот у таких людей все будет хорошо, потому что они добрые, и они несут добро всем. Вот донести это до детей – это прекрасно». В рамках 20-х Кирилла Мефодиевских чтений работали пять секций, которые возглавили преосвященные епископы, правящие архиереей Кубанской митрополии. На этом наша программа окончена, братья и сестры. До свидания, до следующих встреч.